Под миллион просмотров моего видео про сильную женщину, сильного мужчину, слабого мужчину, сильную женщину, дискуссии, мы понимаем в чем дело, никто не задумался вопросом, а что вообще? Ну, кто-то задумался, но не задумал, мне кажется, мысль до конца. А что такое вообще? Мы понимаем, когда говорим о том, что сильный мужчина, сильная женщина, слабый мужчина, слабая женщина, многие там рекомендовали доктора, обучите, проведите курс, как быть слабый и глупый. Оценил иронию. Но если серьезно, то вы должны сами для себя понять, вы себя хотите как-то чувствовать в отношениях. Вы можете хотеть чувствовать себя под защитой, под, я не знаю, с заботой какой-то в отношении вас. С тем, что вам даже говорят, что делать, например. Или вы можете чувствовать, что вы хотите отношения, в которых есть легкость, непринужденность, какая-то внутренняя независимость и так далее. Очень важно просто вот это внутреннее ощущение, ожидание от отношений прочувствовать, осознать и дальше подходить к потенциальному партнеру, мужчине или женщине, подходить, исходя не из определения, я сильная женщина, значит, вот, собственно говоря, нужно, чтобы был сильный. И дальше смотреть, соответствует он или не соответствует. А исходить из того, а можете ли вы с этим человеком испытывать вот это ощущение от отношений, которое для вас важно. И вполне может оказаться, что человек, который не кажется вам каким-то уж там невероятно сильным, а часто за, как бы, фигурой сильно воскрывается, в общем, как раз малое дитя, значит, с отсутствием, так сказать, внутреннего растяжения, вот, а примеряться по ощущению. И вот это самое точное, такая, критерий, барометр, который скажет, ваш это человек или не ваш. Вот, поэтому, да, в рамках таких рассуждений абстрактных мы можем говорить о том, что сейчас мужчины действительно становятся слабее, женщины действительно становятся более независимыми и так далее. Это культурный феномен, таковы реалии современной жизни. Но для каждого человека важно его желание, как он хочет себя чувствовать. И искать просто возможность чувствовать себя так с другим человеком. И вполне возможно, что счастье вам улыбнется, хотя вы, собственно, уже готовы были опечалиться навсегда.